Доброе утро! Мы в офисе 1580 узнаем традиционно, что произошло за выходные дня. Здравствуйте, Сергей! Доброе утро! Значит, за выходные у нас три надзвучайных происшествия. На остановочке 4-я поликлиника машина сбила ребенка, 12 лет, с травмами доставлен ребенок в больницу детскую. У нас вчера уже в районе 10 часов вечера поступила информация о нахождении неизвестного предмета в первом корпусе педоинститута на Остроградского 2. Выезжали туда все соответствующие службы, проверяли информацию. Оказалось, это сутка, в которой была коробка, но, слава Богу, вызов оказался ложный. И последнее, что у нас за вчера случилось, на Рассошенце, Горбаневский 9, это уже за границей города, но все равно, что информация у нас есть, Горбаневский 9, в одной из квартир возник пожар. Пожар возник в связи с взрывом отопительного прибора. Три человека пострадало, двое из них с ожогами доставлены в больницу. Это вечером срабан? Это вчера днем было. Вчера днем в районе 12 часов. На сегодня у нас остается три дома без холодной воды. Это 9-й проезд, 9, проводится водоканалом Раскопка. Также Танкистов 1, тоже Раскопка. И Ватутина 21, Сапига 6, Пушкина 101А. Это три дома по одной и той же самой причине тоже проводят водоканал Раскопку. Отопление у нас сейчас отключено на Комарницкого 16, подъезд 1, и там порыв в доме. ЖЭК сегодня уже будет заниматься. На сегодня по полгода ожидается около нуля градусов температура, но нам синоптики передают, что возможно было. Поэтому хочется обратиться к водителям, чтобы были максимально осторожны на тротуаре. И пешеходы тоже будете максимально осторожны. Не ходите вдоль дороги, ходите по тротуарам, смотрите под ноги. И всем хорошей последней в этом году рабочей недели. Спасибо, Василий. Спасибо Вам.